Венесуэла Интернационал Игуано Продукционес Представляют Охота за миллион В ролях Диего Бертье, Фабиолы Кальминарес Джахайра Орта, Альберто Исоло Эвелин Сантос, Фернандо де Сори Денис Дибо, Поль Вега и другие Оператор Фернандо Вера Композитор Виктор Даниэль Автор сценария Анни Фондердайс Режиссеры Альда Сальвин Тонио Вега Продюсер Луис Льосо Уркия 52 серия Субтитры Ольга Эва, это заговор Хосе Луиса, чтобы разлучить меня с тобой. Разве он подписал контракт, где говорится, что ты женишься на любой, кроме меня? Он обязан жениться на Каролине, или ты? Какое значение сейчас имеют эти бумаги? Главное, я хочу жениться на тебе. Я хочу жениться на тебе, Эва. Зачем? Естественно, чтобы оставить тебя, бросать женщину его любимое хобби. Валентина, Каролина. Замолчи! Пожалуйста, Эва, давай выйдем и поговорим наедине. Позвони Каролине, попроси у нее прощения, покажи кольцо, которое ты ей купил, и скажи, что ты совершил ошибку. Найди ее. Эва, 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 ты говоришь несерьезно. Какая жалость, ты ни одну женщину не воспринимаешь серьезно. Все недостойны тебя. Ты их меняешь, как перчатки. Эва, Эва, я хочу жениться на тебе. Я не хочу, нет. Я хочу жениться на тебе. Я слышал, что он разорен. Может, дело в этом? Замолчи или клянусь, я тебя изуродую. Ты будешь угрожать всем, кто осмелился сказать тебе правду в лицо? Это неправда. Этот тип понятия не имеет, что означает это слово. Алло, Эдуардо, как ты? Нет, нет, не помешал. Я уже все закончила. Да, да, я приеду. Хорошо, увидимся. Я ухожу. У меня свидание с бывшим женихом. Эва, Эва, пожалуйста, послушай меня одну минуту. Ни секунды. Позвони Валентине или Каролине. Любая из них прибежит. Эва! Отпусти меня, Филиппо. Мне следовало убить тебя, Хосе Уэрс. А лучше я уйду, потому что если я задержусь, хоть ни секунду клянусь, я тебя удавлю. Не стоит идти в тюрьму ради убогого глупца, такого как ты. Ладно, ладно, ладно. Что? Ты тоже оскорбишь меня и захлопнешь дверь? Нет. Но я жду объяснений. Я не буду платить, вы сделали ужасный цвет. Это не то, что я хотела. Вы попросили такой цвет, вы были блондинкой, и мы снова сделали вас темной. Вы попросили цвет, как в журнале, под журнал. В чем дело? Он вам очень идет. Когда меня увидит муж, он меня убьет. Стало бы дело в муже. Конечно, сеньора, ваш муж приходит рано или поздно. Тебе это не касается, не будь любопытной. Сеньора, послушайте, мы поможем вам. Подойдите сюда, подойдите. Знаешь, что меньше? Надень ей клипсы, длинные клипсы, одной длины с волосами. Да, такого цвета. Сделаем макияж, накладные ресницы. У вас красивые ресницы, но все равно нужно сделать накладные. И сколько это будет стоить? Об этом не беспокойтесь. Кроме того, мы дадим вам нижнее белье, которое нам прислали из Парижа. Последний писк моды. За мой счет. Это очень важно. Вы пойдете к мужу и покажете ему. Если ему не понравится, вы придете, и мы вернем вам деньги за прическу. Но если ему понравится, вы останетесь с этой прической, получите ночь любви и бесплатное белье. Идите сюда, идите сюда. Привет. Ну что? Как дела? Хорошо, очень хорошо. А у тебя? Как дела с Мигелем? Уанита, счет, пожалуйста. Спасибо. Зачем тебе бороться с каналом? Воспользуйся славой, которую тебе дал конкурс. Какую славу? Поверженный, униженный. Пусть говорят, пусть говорят хорошо, пусть говорят плохо. Главное, что теперь ты знаменитый. Кроме того, скоро состоится вручение призов. Ты можешь прийти красивый, элегантный и показать всем, что ты умеешь проигрывать. Не говори глупостей. Я ненавижу проигрывать, тем более, когда у меня отнимают то, что было моим. Не будь одержимой, забудь об этом. Я уверена, что тебе позвонят с канала и предложат какую-нибудь работу. Вероятно, я даже смогу тебе помочь. Да. В обмен на что? Я не такая, как ты, Мими, если ты этого не поняла. Каролина, не будь грубой. Нет, нет. Все хорошо. Это ее дело. Моя совесть спокойна. Я никого не покупаю. Это твоя проблема, если ты думаешь, что все хотят использовать тебя. Это твоя проблема. Советы, которые я тебе дала, совершенно бескорыстные и бесплатные. Поверь, ты ничего не потеряешь, подумав о них. Потому что тебе это нужно. Хуанита, ты меня обманул, но это не самое худшее. Я к этому привыкла. Ты меня использовал, заставить представить эту идею, чтобы все думали, что мы с тобой заодно. А это не так. Знаешь, каким было твое реальное намерение? Ты хотел остаться в ладу с Богом и с дьяволом вместе. О чем ты говоришь, Алиси? У тебя был туз в рукаве, и ты мне не сказал. Почему ты это сделал? Они были так счастливы. И посмотри на них сейчас. Алиси, Алиси, у меня не было другой альтернативы. Я сожалею, сожалею. Но я ни за что не допущу, чтобы этот тип обманывал Эву. Я не допущу, чтобы этот мерзавец воспользовался Эвой. Никогда. Они любят друг друга. Ты не можешь это понять. Алиси, ради Бога, ты очень заблуждаешься. Филиппе Кастильо не способен любить. Я не допущу, чтобы он ее обманывал, понимаешь? Я поговорю с Эвой. Я поговорю с Эвой, чтобы она продолжила начатое, но при этом знала, что он за мужчина. Этот тип не заслуживает ни крупинки ее любви. Эва, я рад, что ты пришла, потому что мне нужно было срочно поговорить с тобой. Когда ты выиграла этот конкурс, я очень обрадовался, потому что ты этого хотела, верно? Но в то же время я расстроился. Твой отец тоже очень расстроился и попросил, чтобы я узнал чуть больше об этом Филиппе Кастильо. Эва, я должен сказать тебе нелицеприятные вещи, и надеюсь, ты воспримешь это спокойно. Он тебя обманывает, Эва, он тебя обманывает. Нет. Прости, Эдуардо, я была на канале, увидела Филиппа. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Что случилось, Эва? Что ты узнала? Ты узнала это? Как он у тебя оказался? У меня есть связи, влиятельные друзья, но главное, Эва, у меня есть желание защитить тебя, чтобы с тобой ничего не случилось. Мне очень больно, я не могу поверить, что он подписал этот документ. Если его так интересует Каролина, почему он с ней не остался? Ты правильно сказала, Эва, пусть остается с ней. Мне больно, потому что я его попросила меня не обманывать. Получается, что вы, мужчины, вы просто не понимаете значения этого слова, искренности. Сожалею, что это относится и ко мне. Я говорю и о тебе, потому что ты такой же обманщик, как все мужчины. Прости, дело, конечно, не в тебе, но я его не прощу, я никогда не прощу Филиппа, никогда. Я его не прощу. Когда тебя пронзает боль, вспомни о матери, потому что мать – священное слово, которое затмевает даже самого Бога. Эдуардо, ты мужчина. Объясни, пожалуйста, как мужчина может говорить, что он любит тебя, что ты женщина его жизни, что он не может без тебя жить и не чувствуешь этого на самом деле? Как можно говорить, все это не чувствуя? Эва, есть единственное объяснение. Многие мужчины – сволочи, и Филипп – один из них. Теперь ты все знаешь. Как ты собираешься поступить? Я не выйду замуж. Что? Я ему уже сказала, что не выйду за него замуж. Очень хорошо, Эва, очень хорошо. Именно это ты и должна сделать. Ты поступаешь правильно. Ты не можешь выйти замуж за этого типа. Я не понимаю. Ты не видишь, что история повторяется. За два дня до свадьбы я узнаю, что меня обманывают. И я говорю не о тебе, серьезно. Я не испытываю злобы. Но я не хочу, чтобы это стало нормой в моей жизни, понимаешь? Мне опять приходится отменять свадьбу. Эва, все совсем не так. Я думаю, что ты ближе к счастью, чем тебе кажется. Не думай, что ты от меня избавился, Филиппо. Я приеду. Мы только заедем в Лас-Вегас, потому что у Роберта обязательства. А потом я прилечу туда. И предупреждаю, ты не женишься по телевидению. Ты слышал, брат? Она едет сюда. Нет, Густаво, я знаю, маму. В Лас-Вегасе она придумает другую поездку, вернется в Европу или отправится в круиз по Карибским островам. Возможно, ей вдруг вздумается совершить экскурсию в Африку или на Гренландию. Сюда она не прилетит. А я думаю, она прилетит. Разве что этот джигало разорит ее в казино Лас-Вегаса. Видно, что ты не знаешь, мама. Она не позволит этому типу прикоснуться к ее деньгам. Она сделает, как делала с другими. Назначит ему месячные содержания и будет тщательно следить за этим. Маму никто не разорит, Густаво. Как ты не унаследовал этот дар, брат? Запоздалая шутка. Что касается посланий, не обращай внимания. Ты не представляешь, сколько таких посланий я выслушал за мою жизнь. Мама не проблема, Густаво. Настоящая проблема, что мы все потеряли. Да, мы потеряли, даже чего у нас не было, брат. Не могу поверить, что Хосе Луиз пошел на такое. Этот тип ни перед чем не останавливается, чтобы увидеть меня побежденным, раздавленным, сломленным. Нужно признать, что для этого у него есть талант. Он своего не добьется, Густаво. Я верну его. Не знаю, как, но я ее верну. Он оказался мерзавцем, отнял все, что у меня было. Но любовь, которая когда-то связала меня с ним, мешает мне бросить его. И потом, что соединено на небесах, никто не сможет разлучить. Никто. Кто написал этот бред? Не могу поверить, это ужасно. Как эта женщина может быть настолько глупой, чтобы страдать по мужчине, который оставил ее на улице? И еще просить Пресвятую Деву не дать ей впасть в соблазн. Это смешно. Кто сказал, что святые вмешиваются в такие дела? Нет, я больше не хочу страдать. Не хочу быть страдающей женщиной. С меня достаточно. Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь. Надежность, которая у меня была с Филиппа, он мне нужен. Мне нужен ты, Филиппа, и больше никто, дорогой. Ответь, ответь, ответь. Наверное, он с этой пропахшей дымом кухаркой. Им следовало поставить это посмешище у входа на стадион, чтобы она там готовила свои кушанья. Филиппа, почему ты меня оставил? Почему? Филиппа, я люблю тебя и больше никого. Для меня невыносимо, что ты из другой женщины. Невыносимо, что ты ее целуешь, обнимаешь. Филипп мой, мой. Я не хочу одалживать моего Филиппа. Мы потеряли все, брат. У нас осталось полбутылки. Меньше, чем полбутылки. Меньше. Третья часть. Мы потеряли деньги, потеряли состояние, потеряли даже надежду. Говорят, что надежда умирает последней. Я потерял больше тебя, Густаво. Ты прав. Ты потерял единственного друга, который у тебя оставался. Потому что, когда мы допьем, я уйду из этого дома, и больше ты меня не увидишь. Я говорю не об этом, а о том, что действительно важно. А что может быть важнее этого? Эва. Я потерял Эву, Густаво. Собери, Лед. Ты имел в виду это? Не называй ее это. Не смей выражаться так о моей Эве. Эва – лучшее, что есть. Эва – лучшая женщина на этом свете. Если бы ты ее поцеловал, Густаво, ты бы меня понял. Если бы ты поцеловал Эву, Густаво, ты бы понял, почему я никогда не смогу выбросить ее из головы. Эва. Эва. Боже, почему? Почему я встретила его? Почему влюбилась? Почему узнала, что он мерзавец? Я не понимаю. Почему? 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 Почему я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Филиппо, дорогой, я заехала домой, но мне никто не открыл. Я приеду завтра утром, надеюсь, ты в порядке, и с тобой не случилось ничего плохого. Я беспокоюсь. В случае чего, позвони мне в отель. Правда, я пока не знаю, где остановлюсь. Целую, жизнь моя. Пока. Я чувствую себя виноватым, Густаво. Мама приехала ко мне, а я даже дверь ей не открыла. Она вернется завтра, брат. И что мы тогда будем делать? Я собираюсь сменить имя или переехать в другую страну, или сделать операцию, как Монтесинос. Нет, брат. Ты стал бы некрасивым. Может, самоубийство бы стало? Не будь столь драматичным. Должно быть другое решение. Какое? Помирись с Элой. Найди ее, женись на ней, и мы вернем наши деньги, брат. Как Густаво, если она этого не хочет? Найди ее, проси прощения, ползай у ее ног, сделай что угодно, но уговори выйти из-за тебя замуж. Хасе-Луис, утром мне позвонили и спросили, все ли у нас готово для рекламы свадьбы. Все ли материалы готовы? Я полагаю, ты сказала, что все идет прекрасно? Я не могла так сказать, и ты знаешь почему. Я ушла от прямого ответа, потому что мне страшно. Я даже не знаю, будет ли свадьба, и все по твоей вине, из-за твоей необъяснимой реакции. По моей вине? Да, по твоей вине, Эва и Филиппа поссорились. Нет, Алисия, я лишь раскрыл ей глаза, чтобы она поняла свою реальность. Твою реальность? Реальность одна, Алисия. И реальность этого брака, деловое соглашение, где нет никакой любви. Этого хочешь ты, Хасе-Луис. Но ты знаешь... Это то, что есть, Алисия. И хватит, я больше не хочу обсуждать этот вопрос. Ты знаешь, что я устал. И знаешь, как мне больно, как я задет, что этот глупец женится на Эве. Ты так влюблен в Эву? Нет, Алисия, это не любовь. Это нежность, привязанность, симпатия, даже потребность. Я думаю о жизни с Эвой и чувствую себя счастливым человеком. Я представляю, как ухожу с работы и иду домой, где меня ждет она. Мы садимся ужинать. Я рассказываю ей о работе, она рассказывает о детях. Каких детях? Наших детях, Алисия. О каких еще детях она может говорить? А, об этих детях. Я отравлюсь, если выпью, что ты заставляешь меня выпить. Брат, во-первых, я тебя не заставляю. Ты делаешь это, потому что сам хочешь. И, во-вторых, аспирин, смешанный с витамином С, очень полезен. Вот увидишь, через мгновение, у тебя изменится даже выражение лица. Куда там? Мою тоску не снимет целая аптека. Густаво, меня очень беспокоит предложение, которое сделал канал. Что тебе предложили? Они хотят, чтобы я целый год жил с Эвой перед телекамерами, которые будут установлены во всем доме, чтобы точно знать, что происходит. Ну, если тебе удастся договориться с Эвой... Нет, нет, брат, успокойся, успокойся. Объясни подробнее, что это значит. То есть, они будут весь год снимать, как ты утром поднимаешься в трусах, подтягиваешься... Или как Эва садится к тебе на колени, когда ты приходишь домой пьяным. За это тебе будут платить? Не будь дураком! Разумеется, они будут платить, но дело-то не в этом. Понимаешь, я обещал Валентине, что через два месяца вернусь к ней. Брат, забудь ты о Валентине, забудь об обещаниях, которые ты ей давал, забудь обо всем. В чем ты поклялся, брат? Ты должен убедить Эву выйти за тебя замуж. Соблазни ее, брат. Теперь ты сможешь купить лучшие трусы. Можешь даже рекламировать трусы, ты представляешь? Будут показывать твои трусы, твои галстуки. Ты очень остроумный, да? Да, да. Ты так думаешь? Ты участвовал в суточной программе или что? Нет, нет, нет. Я тебе скажу одно, что... Я надеюсь, что ты хоть раз в жизни дашь мне хороший совет, вместо того, чтобы говорить столько глупостей. Брат, забудь о своих обещаниях. Самое разумное, что ты сейчас можешь сделать, это жениться на ее. А что ты хочешь? Чтобы все говорили, и не без оснований, что глупый Филиппе Кастильо промотал состояние отца и остался без цента в кармане? Кроме того, тебе на пятки наступает мать Филиппе. Не забывай об этом. Мама. Что мне делать с мамой? Знаешь, что, Густаво, Хоть ты и не веришь, мне больно, что я не открыл ей дверь. Где она ночевала? Бедняжка, бедняжка. Наверное, у нее нет ни цента, и она спала у автомата, завернувшись в пластиковый пакет, чтобы не испачкать прическу. Скорее всего, так и было. Оставь свою иронию. Это ее дом, и она имеет полное право быть здесь. Я просила чистую воду, а не тростниковую. И фрукты не свежие. Свежие, сеньора, но если хотите, я принесу другие. Никаких фруктов. Вы не знаете, что такое свежие фрукты. Принесите овсянку и легкий йогурт. Сейчас. Как меня надоумило приехать из Европы в этот мирок, далекий от цивилизованного мира. Наконец-то ты соизволила встать и прийти ко мне. Кисела, пожалуйста, не ругай меня, я почти не спала. А можно я закажу кофе или сок? Заказывай, что хочешь, пей, что хочешь, только объясни, что происходит. Вчера я приехала домой, но мои ключи не подходят. Я звонила, пока не устала, но мне никто не открыл. Ты не знаешь, Филиппо сменил замки, чтобы я не смогла войти. Чтобы ты не могла войти, это нормально. Но чтобы не могла войти его мать, хозяйка дома, клянусь, я звонила, пока не устала, Валентина, но никто мне не открыл. Как он мог открыть, если наверняка был в объятиях засаленной кухарки? Избать меня от деталей. Я еще не завтракала. Лучше объясни, что происходит. Физелла, это были такие ужасные, такие невыносимые, такие трагические дни. Пожалуйста, без драмы. А то макияж испортится, и ты станешь ужасной. Успокойся и объясни, как Филиппо дошел, до чего он дошел, и как я оказалась здесь, потому что, если честно, я не собиралась приезжать. Успокойся и объясни. Да, это так. Поэтому, когда я познакомился с Эвой, когда поговорил с ней, когда узнал ее лучше, я понял, что хочу устроить свою жизнь именно с такой женщиной. Понимаешь? Она идеальная женщина для меня. И теперь она выйдет замуж за дурака, кретина, эгоиста, который думает только о себе. Хасилуис, я могу быть искренней с тобой? Да. Ты и Филиппо одинаковые, потому что ты тоже думаешь только о себе. Тебя волнует только то, то, что ты думаешь, а не то, что думает Эва. Нет, Алисия. Дело в том, что Эва в замешательстве. Она увлечена Филиппо и не способна увидеть, какой он на самом деле. Если для тебя так важна Эва, почему ты не позволил ей уйти из программы, когда она хотела это сделать? Потому что программа превыше всего, Алисия. Превыше твоего счастья? Да, даже превыше этого. И дело не в том, что я делаю из себя герой или мучеником. Просто это въело с меня за годы работы на канале. Стало главным в моей жизни, по сути, единственным. Я не могу вести себя по-другому. Просто не могу. Это ужасно, Хосе Луис. Я знаю, ну что делать. Эва и Филиппо поженятся. Этому никто не сможет помешать. Ты уже сделал это. Ты слышал Эву, она не выйдет замуж. Эва выйдет замуж, Алисия. Конечно, выйдет. Если она не хочет, мы можем заставить ее, потому что она подписала с нами контракт. Кроме того, она этого хочет. Потому что думает, что влюблена в этого типа. Поэтому я должен раскрыть ей глаза, чтобы она поняла, кто же на самом деле Филиппо. Мне трудно смириться, что они поженятся. И я ни за что не допущу, чтобы Эва влюбилась в него. Так что... Не беспокойся. Поговори с руководством канала и скажи, что все идет хорошо, что все идет очень хорошо. И позвони Мими, пусть соберет группу и занимается рекламой. А что сделаешь ты? Я поговорю с Эвой. Не беспокойся, оставь это мне. Все будет хорошо. Эва и Филиппо поженятся в назначенный срок. Не беспокойся. Брат, ты накалишь телефон, если будешь в дальнейшем играть с ним так же. В чем дело? Ты ждешь звонка? Разумеется, я жду звонка. Я жду звонка от мамы. Она пока не позвонила и не появилась. Густаво, а если с ней что-то случилось? С твоей мамой? Да. Нет, брат, я думаю, она в отеле, где намного удобнее, чем здесь. Видимо, встретилась с друзьями, отправилась в Турнеа в какое-нибудь экзотическое место. Ты знаешь, ей нравится Третий мир. Густаво, если ты мне не помогаешь, лучше помолчи. Брат, чего ты от меня ждешь? Чтобы я сказал, где твоя мама? Я не знаю, где твоя мама. Ты должен знать лучше других, где сейчас твоя мама и что она планирует против тебя. Эва! Что с Эвой? Вероятно, она узнала ее адрес и поедет туда, чтобы узнать, кто она, как живет и где живет. Нет, брат, нет, 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 нет. Твоя мама не опустится до этого. Ей нравится маргинальность, но только в кино. Нужно ей позвонить и предупредить. Нет, брат, зачем звонить? Поезжай к ней домой. Ведь ты ищешь предлог. Поехать туда? Конечно. А если мне откроет ее отец в инвалидной коляске? Нет, нет, брат. Брат, если твоя мать приедет раньше, встретится с Эвой и скажет ей, что ты бедный, что у тебя нет денег, что ты ее используешь, представь себе сцену. Представь, что в дом входит твоя беленькая, худенькая маленькая мать и говорит, как дела, какой ужасный дом, вы бедные, верно? Привет, а вы как-то. Мой сын никогда не женится на тебе, потому что мой сын только пользуется тобой. Слушай, повторяю, если ты мне не помогаешь, убирайся из моего дома. Мне надоели твои измышления. Брат, ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что я уйду из твоего дома. Видишь, ты кашляешь, потому что сильно заблуждаешься. Я никогда не уйду из этого дома, потому что не хочу жить с телепузиками и покемоном. Более того, когда ты женишься, ты скажешь, что я твой секретный брат, типа Рекса, понимаешь? Я Рекс. Понимаешь? Да, Рекс, Рекс, Рекс. Убирайся из моего дома. Эву, пожалуйста. Эву? Минутку, я посмотрю, дома ли она. Извините. Эдуардо, не стоило так беспокоиться, сынок, хотя не скрою, я рад. Паку, 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 я знаю, что тебе нравится хорошая музыка, так что наслаждайся. Филиппа, скажи, что меня нет. Скажи, что меня нет. Я не хочу с ним говорить. Привет, мам. Привет. Привет, мама. Папуля. Привет, дочка. Что это? Привет, привет. Это мне подарили. Как хорошо, что вы пришли. Иди сюда. Смотри, для тебя. Мобильник, брат. Я знаю, что ты работаешь на улицу, люди должны связываться с тобой. Он правда мне? Конечно. Спасибо. С предоплатой? Эдле, Жульетт. Жульетт. Я знаю о вашем увлечении, поэтому принес вам отрезы тканей. Абель. Эдуардо, не стоило беспокоиться. Сколько тебе это стоило? Доллар и 99 центов. Нет, нет, нет. Все, что я могу вам дать, это мелочь. Вы добрые люди и великодушные. Вы мне показали, что такое семья, поэтому что бы я вам ни купил, этого будет мало. что я могла сделать? Я была одна, без советов, без поддержки, без помощи. Но ты звонила мне, в Европу, чтобы говорить глупости, которые приходили в эту головку, и ни разу не попросила о помощи. Я звонила тебе много раз. Ты не обращала на меня внимания. Филиппо становился все страннее, и мне приходилось одной принимать решение. Когда мы выходили, его кредитки возвращались, и всегда расплачивалась я. Боже, как такое могло случиться? Я уже не говорю, что исчезли мотоциклы, машины. Все свелось к тому, что мы встречались у меня дома или еще где-нибудь, как маргиналы. Валентина, и что ты сделала? Это было самым ужасным и самым унизительным, что я испытала за всю мою жизнь. Я стала выяснять финансовое положение Филиппы. И? Я не знаю, как тебе сказать, Хисела. Филипп, Филипп разорен. Что? Да. Боже мой. Ты же не скажешь, что я имею к этому отношение. Я звонила тебе много раз, чтобы сообщить о ситуации, и что ты делала. Не верила мне, смеялась надо мной. Значит, это правда. Филипп промотал состояние отца. Фильм озвучен компанией «Зоун Вижн». «Но меня Zukunft» Фильм озвучен général группа «Доколование» absolutа мое Hilfe! Без�ный Angry